Не успели утихнуть дифирамбы в адрес спасателей со предельно дружественной Абхазии, про которых мы вещали не далее, чем позавчера. Напомним, они 5 километров несли на себе пострадавшую туристку из Екатеринбурга. Как снова появился повод говорить и о них, и о туристах из Екатеринбурга, один из которых все еще в розыске. А также из Нижнего, Тагила, Челябинска и Санкт-Петербурга. Эта группа из 6 человек подала фактический сигнал бедствия, находясь в горах в Сухумском районе, в верховьях реки Гумиста, где ледники на каждом шагу, а ближе всех Химса. В 11.20 по московскому времени в минувшую среду эти туристы численностью 6 человек сообщили спасателям МЧС Абхазии, что потеряли товарища. Ну, как-то же потеряли. Не могут найти после того, как сами же и бросили. То ли в воспитательных целях за отсутствие усердия на тренировках, то ли еще как. В общем, вступили в явное противоречие с содержанием песни Высоцкого, в которой он рекомендует не бросать одного его, того парня, которого в горы тяни, рискни. Насколько мы поняли из слов руководительницы группы, 37-летней тагильчанки Анны Гилевой, человек этот в коллектив не вписался, оказался в горах-нях, в общем, абуза абузой. И она решила, пусть этот, уж извините, Владимир Ульянов, 64-х лет, сидит в палатке один, подобно Ленину в разливе, пока остальные продолжат получать туристическое удовольствие, за которым, собственно, все и приехали сюда. Оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходить, что мы пройдем в радиальный выход с одной ночевкой. В это время на этом радиальном выходе на дальней точке нас закрыла непогода, и мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого мы поняли, что пробиться к нему уже не можем, и стали спускаться вниз, вот вышли на связь, и вот вышли все, а человек остался там, ему было сказано никуда не уходить. Как вы уже слышали, горнопедагогический эксперимент с элементами астракизма Владимира Ульянова потерпел фиаско. В результате неопытный и, как сами его товарищи говорят, физически неприспособленный вот к этому вот всему человек остался один одинешенник, отрезанным от цивилизации, в таких погодных условиях, когда даже опытные туристы не смогли найти дорогу к нему. В результате весь день в среду вертолет со спасателями облетал окрестности того места координаты, которого сообщила основная группа, и ничего не нашли за весь день. Саму эту группу тоже не могли обнаружить, договорились лишь по связи, что местом встречи со спасательным отрядом станут окрестности Сухумской ГЭС, и в конце концов они туда и спустились благополучно, после чего были доставлены в Сухуми в МЧС для медосмотра, отдыха и решения вопроса о том, как же дальше искать человека, которого они сознательно одного оставили в горах, зная о том, что он совершенно не приспособлен к таким условиям. Ну, сейчас вот вертолет сказал, что его там нету, я хочу уже вернуться в горы, потому что, по сути, конечно же, это ошибка моя, нельзя было делить группу. Но он был совершенно не готов физически, хотя ему как бы предупреждали на тренировке, он тоже отказался. Ну, в общем, впервые мы его здесь увидели, он оказался физически не готов. Продолжение следует...